Приво-шея это смещение шейного позвонка, как правило, поворот вокруг вертикальной оси, заклинивание окружающими мышцами. И так как он поворачивается на одну из сторон, то в одну сторону там есть запас движения, а в другую уже нет. Он и так в эту сторону свернут. То есть в данном бы случае шея поворачивалась при таком раскладе, направо бы она поворачивалась, а налево уже не давала, потому что позвонок и так развернут налево. Соответственно вся мускулатура в спазме больше на стороне наибольшего смещения. И ограничение движения это защита, чтобы не повредить. В первую очередь защищаются позвоночные артерии, ну и естественно нервы выходящие. При криво-шея расслаблять мускулатуру нельзя. Если вы расслабите мускулатуру, с подвыхом ничего не случится. Мышцы около позвоночной, они не расслабятся, они не слушают общие механизмы регуляции. Они сами по себе, они защищают позвоночник. Они не расслабятся, расслабятся верхние, грудинные, крючечно-сосцевидные, лестничные, вот эти все большие мышечные массивы, которые должны защищать. Если вы расслабите, они перестанут защищать. Шея как будто бы восстановит подвижность, ни до конца, ни у кого не восстанавливается до конца. Позвоночная артерия в канале будет зажата, кровоснабжение мозга нарушится. А если это двухлетний ребенок? А если еще мельче? Младше. Как стандартно выглядит лечение криво-шеи? Назначили миорелаксанты, назначили противовоспалительные, рентгена даже, как правило, не делают. Ну и чем это оканчивается? Ребенок потом грустнеет, теряет подвижность, опять же, частично, не полностью. У него ухудшается настроение, у него ухудшается даже координация движений, и все это связано с кровоснабжением мозга. Внимательные родители замечают это. И когда родители приходят педиатру задавать вопрос, мол, что случилось? Педиатр хлопает глазами и уводит разговор в другую сторону. Таких историй сотни. То есть есть, как я сказал, со схожими клиническими проявлениями диагноз миозит. Миозит это воспаление мышцы. Изолированное воспаление мышцы, оно обретается, как правило, если был какой-то сквозняк. То есть, если, допустим, дети, накупался, его просквозило, или сидел под кондиционером, или сидел под форточкой, или открытое окно в машине. Ну, у взрослых, в принципе, тоже бывает. То будет воспалена конкретная мышца, ее можно конкретно найти. Эту мышцу можно расслабить, ну, за пару часов, даже без медикаментов. И подвижность восстановится полностью. Но опять же, между этими диагнозами, если внимательно следует принципиальная разница, при криво-шеи ограничение очень жесткое. В одну сторону дает, до определенного момента ограничивает, все, остановилось. При мяозите, когда остановилось, вы чувствуете эту мышцу, вы можете ее потянуть и через боль повернуть все-таки голову. При криво-шеи так не получится. Если вы ребенку ее предложите, он просто расплачется. Потому что боль такая, что невозможно ее преодолеть. И сама боль, и это физическое ограничение. В принципе, позвонки надо возвращать на место. То есть, я говорю про мануальную терапию. Симптоматически можно пытаться растягивать через валик, если ребенок достаточно взрослый, то есть постарше 4-5 лет. Можно применять воротник. То есть, так или иначе, мы работаем с позвонками, с артериями. Ну, то, что я объяснял в других видео. Это достаточно рациональный родительский вопрос, что с этим делать, если это все-таки действительно криво-шея. И если даже педиатр был честен и сделали рентген, действительно, это позвоночник. И рентгенолог, кстати, тоже должен быть честен. Они, как правило, не описывают эти ситуации. Но некоторые все-таки описывают. То есть, если вам повезло, вам поставили истинный диагноз, то что делать? Можно поискать среди мануальных терапевтов, которые говорят, что они занимаются детьми. То есть, в принципе, если человек занимается детьми, то да, может быть, он что-то может. Можно поискать среди остеопатов. То есть, среди них есть хорошие люди. Того человека, который будет этим заниматься непосредственно руками, у вас не получилось, то в такой ситуации все, что связано с вытяжением позвоночника, достаточно длительным, то есть, там, 5-10-15 минут, и все, что связано с физио. Это методы такие симптоматические, но они безопасны и дают результат. То есть, я широко пользуюсь электрофорезом, лазеротерапией, вытяжением позвоночника даже на детях. То есть, простейшая форма вытяжения через валик, более сложная через фиксацию головы, петлеоглисонный аппарат называется. Продолжение следует...